МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами эмоциональный дизайн с архитектором Яной Бродян. Мы сегодня с вами рассмотрим декоративные приемы, которые нам помогут в создании интерьера, выполненного в английском стиле. В интерьере, выполненном в английском стиле, прекрасно себя будет чувствовать английский бульдов. Сегодня я хочу познакомить вас с интерьером дома, проект которого выполнил мой коллега, архитектор Валерий Волкода. Я выполняла интерьеры первого этажа дома в английском стиле. Английский стиль – это аристократизм и сдержанность, обилие деталей, выполненных в дереве, ручной работы, очень насыщенный цвет обоев, гипсовые элементы и сложный рисунок пола. Для того, чтобы интерьер общего пространства можно было трактовать и выполнить в отделке, характерной для английского стиля, мне нужно было поработать над зонированием общего пространства. В зону общего пространства входит лестница, гостиная с камином, столовая и кухня. В гостиной самым главным осевым, доминантным и парадным элементом является наружная стена с центральным простенком, отведенным под камин. Для того, чтобы все зоны единого пространства, разделенные функционально, смотрелись цельно, я намеренно ввела в отделку рисунок пола, рисунок потолка, строгие геометрические формы. В гостиной – это квадрат, в столовой – восьмигранник и на кухне прямоугольник. Для того, чтобы наиболее транзитная зона в гостиной была изолирована и не нарушала единство и ядро гостевого пространства, мы перегородкой прикрыли лестницу, сделали полукруглый вход в кабинет и рисунком пола собрали в центральной части гостиной щитовой паркет, уложенный в шахматном порядке, а по периметру поддержали этот квадрат сложенным рисунком пола. Завершение транзитной зоны и парадность входа в гостевое пространство выполняет фальш-пилястры и фальш-арка радиальной формы большого пролета. Какие же все-таки материалы, инструменты и элементы декора позволяют выполнить интерьер в английском стиле? Это для интерьера в английском стиле в отделке стен характерное использование дерева, ручной работы, декоративной штукатурки, гипсовых элементов и обоев с растительным орнаментом в темной цветовой гамме. Это возможно было выполнить после того, как мы создали сложную, в пластическом смысле функциональную, проработку про стенка зоны телевизора. Самые светлые элементы – это гипсовые детали, которым отдекорированы пилястры, выполнен ажурный молдинг. Темные элементы – это деревянный плинтус, декоративная штукатурка панели и текстильные обои с орнаментом растительным в английском стиле. Дополнение ко всему сказанному – откосы и дополнительные элементы выполнены в декоративной штукатурке, которую имитируют обои. Стены завершаются под потолком венчающим элементом – это классический карниз с растительным орнаментом. Квадратную форму гостевого пространства поддерживает конструкция потолочных балок, которые выполнены в натуральном дереве с тонировкой в зеленый цвет, а всю композицию держит центральная расположенная люстра с позолотой и оливковый оттенок от балок падает на зеркальную поверхность позолоты. Симметрично арочной нишей по телевизионную группу появилась арочная ниша, предназначенная для книжных стеллажей. И большое количество дополнительных плоскостей, из-за такой сложной конфигурации всех перегородок, позволяет нам применить разные приемы, характерные для английского стиля. Композиционной доминантой, которая парадно развернута на все зоны общего пространства, является каминный простенок. Камин выполнен в зеленом мраморе, цвет наших деревянных балок и элементов из дерева, и два симметрично расположенных по отношению к каминному простенку окна, опущенных почти в пол. Сложный рисунок пола и сочетание разных материалов поддерживают общую геометрию разных зон общего пространства. В создании сложного рисунка пола мы использовали древесину Мирбау, это паркетная доска, уложенная большими квадратными щитами по диагонали, по отношению друг к другу в шахматном порядке. Керамическую мраморную плитку цвета Морфил с полировкой, такую же, только чуть теплее, мраморную мозаику и обожженную разного цвета глиняную плитку. Зона столовой является проходной. Она соединяет гостиную и кухню, поэтому мне хотелось отдать местоположение обеденного стола и люстры, которая располагается над столом, к какому-то камерному пространству. И в этом мне помогла геометрическая форма восьмигранник, в форме которой выполнен потолок и рисунок пола. Сложная форма потолка, которая поддерживает этот восьмигранник, для того, чтобы дерева не было много и оно не давило. Во-первых, выполнена тонировка зеленым цветом, а во-вторых, центральная его часть оставлена белой. И кружевной восьмигранник из гипсового молдинга собирает эту композицию и делает акцент на люстру. Столовая и кухня залиты светом. Из столовой есть выход на террасу, есть свое собственное окно. И самая большая роскошь для хозяйки – это окно в зоне кухни, залитая светом, и рабочая поверхность, заходящая в зону подоконника. Сообщение кухни и столовой свободное. Кухня выполнена в таком же стиле, как и все пространство первого этажа. Самое большое достоинство не только в купольной вытяжке и в каминном ощущении от зоны варочной поверхности, а в том, что встроенные функциональные ящики находятся в фальшпростенках, облицованных мраморной мозаикой. Поскольку в столовой и кухне самый светлый – это пол, поэтому можно было использовать темную насыщенную древесину в подборе мебели для столовой и в отделке кухни. Этот же цвет, насыщенный, но с оттенком зеленого, присутствует в плоскости конструкции потолка на кухне. Отделка стен – это декоративная штукатурка под натуральный камень-травертин. Итак, подытожим. Для интерьера, выполненного в английском стиле, вам понадобятся такие инструменты. Создать пластику из стен, перегородок, фальшбалок, пилястр и арок, для того, чтобы у вас появилось достаточно поверхностей, которые вы будете отделывать в разных материалах. В отделке стен примут участие гипсовые молдинги, карнизы, деревянные плинтуса, деревянные элементы отделки, пилястр, обои, декоративная штукатурка. В отделке пола необходимо использовать керамическую плитку или натуральный камень всех оттенков цвета натурального камня и выполнить баланс контраста за счет деревянного пола и мраморного. Конструкция потолка должна быть сложной. Можно применять деревянные балки, создавать геометрию и использовать в качестве контраста гипсовые карнизы, молдинги и розетки. Мебель должна быть деревянная. Текстиль, который используется для обивки диванов, пуфов и других элементов, должен быть с растительным орнаментом и тоже насыщенных темных тонов. В поддержку им нужно применить такой же текстиль и в декорировании окон. Свет, который нужно будет режиссировать в пространствах, должен быть приглушенный, камерный. В отделке люстр должны присутствовать те же цветовые элементы и материалы, которые вы использовали в отделке других поверхностей. И самое главное, интерьер, выполненный в английском стиле должен быть камерным, сдержанным и аристократичным. Специально для Флэт ТВ Яна Бродян Субтитры создавал DimaTorzok